Добрый день, Александр. Добрый. Рад приветствовать вас. У нас в гостях... Ну, мы в этот раз к вам в гости пришли, но несмотря на то, что вы у нас в гостях в Иркутске... Мы все у нас в гостях в России. Да, да. Ваш проект связывает территорию. Это одна из скреп, про которую мы часто слышим в телевидении. Вот я лично на своем примере ощущаю, как опытные предприниматели ездят по стране, что-то рассказывают, это очень интересно, вдохновляет многих. Расскажите, что вас впечатлило в последний раз, ну, очень сильно, так скажем. Какое впечатление максимальное вы получили? Хороший какой вопрос. Мы в этом году, в январе, праздновали на 20 лет нашей компании. И получилось так, что перед тем, как был освящен храм в Руян-городе в ноябре, мы пережили два пожара. Один в московском ресторане, один в новосибирском ресторане. И новосибирский ресторан выгорел практически полностью. Я решил делать награды. Решил делать медали, решил делать ордена. И вот 23 января, в годовщину, в десятилетие компании, я вручил около 40 медалей и 8 орденов за предыдущие 20 лет. Больше так много вручать не придется. И это была сцена, она была ярко освещена. И людям из зала не было видно, что фактически все, кому я вручал награды, плакали. И вот это, вот так если очень быстро, такое сильное впечатление я испытал за последнее время, наверное, вот это событие. Это члены вашей команды? Не обязательно. Но не только. Это врач народной целительницы, например, которая лечит и меня, и моих друзей последние 15 лет. Это и Сергей Иванович Макшанов, питерская группа из Утренинга РБПРО. Это и члены штаба гонки экспедиции Атрофио, которые не являются нашими сотрудниками. И это многие другие люди, в том числе, это люди, которые были сотрудниками и акционерами компании здесь 15-20 лет назад, которые сейчас наши хорошие товарищи, но по бизнесу с нами не связаны. Как вы привлекаете людей в свое сообщество? У вас очень разноплановая деятельность, вы зазываете людей на экспедицию, на такое глобальное достаточно для многих мероприятие. Энергетика, которая связывает людей, в чем она кроется, за счет чего это происходит? Ну, знаете, весь этот старый бородатый известный анекдот «Евреи, не жалейте заварки». Про евреи, которые умирают, он узнал, как заваривать чай. Надо много передвигаться, надо много общаться. У нас большое количество мероприятий, но вот об одном хочу сказать отдельно. Оно начнется 1 апреля и будет называться «Летник». Это бизнес-акселератор, который просуществует 4 месяца до конца августа. И, собственно, мы никого, ничему не будем учить, потому что, на мой взгляд, правильное обучение, оно происходит через совместный проектный опыт, когда люди вместе что-то делают. Эти люди будут жить в креатив-парке «Экспедиция» под Москвой. Может быть, частично они будут жить в районном городе, в Сибири. Они точно будут мобильно, быстро и много передвигаться. И там будет 5-6 таких облачных проектов. Ну, например, продукты питания – это одно большое облако. Туда же относятся здоровье и так далее. Туда же относятся общепит. Или, например, интернет-бизнес – это другое большое облако. Я думаю, что общий состав – это будет человек 20-25. И, может быть, кто-то из тех, кто увидит это интервью, тоже там окажется. Отлично. Как вы думаете, климат предпринимательский сейчас у нас в России меняется ли он? Становится лучше, хуже? Потому что много шло разговоров о том, что все пропало. Но как-то живем, выплываем, выгребаем. Я думаю, климат не меняется. Совершенно точно меняются условия среды обитания. И, в общем, понятно, что как упала капитализация российского рынка, как снижился курс рубля к другим валютам. Но я думаю, что на климате это существенно не сказывается. В Корее, я думаю, что особенно отсюда, из Иркутска, правильно внимательно смотреть в сторону наших восточных соседей. И у нас есть партнерский проект «Топфраншиза». Эта компания лидирует в интернете, во франчайнинге. И мы в ближайшие месяцы предпринимем много серьезных шагов для того, чтобы прогрызть китайскую границу и вводить на китайский рынок российские бренды, чтобы они там аштабировались с франчайнингом. Помимо франшизы, экспедиции, магазинов, какие еще у вас франшизы есть? Это очень модно, многим интересно. У нас есть магазины «Экспетра». Это антистресс игрушки. У нас также есть, не по франчайзингу, но тем не менее, партнерские рестораны. Нам полностью принадлежит только ресторан в Москве, а рестораны в Минске, в Новосибирске, в Перми. И вот в эту гонку мы открыли буквально несколько дней назад ресторан в Нижнем Новгороде. Они все партнерские. Они все в нашем долевом участии с местными партнерами. Поэтому, кто знает, может быть, в Иркутске со временем появится ресторан-экспедиция. А что касается других франчайзинговых проектов, что касается других франчайзинговых проектов, собственных проектов, которые мы тиражируем франчайзинговых сейчас больше нет, но на топ-франшизе выложено более сотни франшиз, более сотни франшиз. И с существенной частью этих франчайзинговых бизнесов у нас очень хорошие отношения, и мы рассматриваем в том числе совместные проекты. Интересный опыт, о котором я хотел показать, два слова. Мы прицепили к нашему интернет-магазину подарков Expedition.ru, билеты в Креатив Парк, и оказалось, что это очень востребовано. И вот сейчас мы подружились с интернет-бизнесом, который называется «Все инструменты». Это молодые, бразовые ребята, у них 5 миллиардов оборот. И интернет-магазин. Интернет-магазин 5 миллиардов оборот, работает 400 человек. И мы с ними вместе сделаем мастерскую краудфандингов, где находятся инструменты в Подмосковье. И будем к их интернет-магазину прицепом прицеплять билеты на посещение. Мне кажется, сейчас, конечно, время, когда надо искать незатратное решение и использовать те ресурсы, которые у нас уже есть. Вы производите впечатление хедхантера, охотника за головами. Ваши туры по Сибири – это охота за головами в чистом виде. Чувствуете уже ваше влияние? Ну, не первый приезд, уже атмосфера заряжена. Конечно. Заряжена. Но я бы сказал так. Есть города, где экспедиция достаточно сильна и достаточно известна. И есть города, где сильны локальные предпринимательские сообщества и известны лучшие из федеральных игроков. Для нас это территория традиционно Урала, Сибири, Москвы. И если говорить про Иркутск, мы близко дружим с Сергеем Ивановичем Макшановым, которого в Иркутске знают хорошо и который делал стратегии многим выдающимся компаниям из Иркутска. А Макшанов, он как такая пчелка опыляющая. Он нам одним рассказывает о других, рассказывает о лучших практиках. И, в общем, всегда рад нас познакомить. Если говорить про меня, то... Интересно. Я задал себе вопрос, сколько раз я был в Иркутске. Ну, я думаю, что не меньше, чем 20, не больше, чем 40. Ну, за последние лет 15. То есть, ну, достаточно много. Каждый год? Даже чаще. Это особая энергетика Байкала, нам хочется польстить себе. Но Байкал не только нам принадлежит. Или это так сложилось? Ну, во-первых, мы 10 лет делаем гонку экспедиции Трофе по маршруту Муром-Кладивосток. И она здесь проходит не только потому, что здесь находится Байкал, а просто потому, что здесь находится дорога на Бладивосток. Особая, да, особая теория, что Иркут в центре мира, потому что здесь Байкал, и вот мы не провинция, а небольшой локальный центр. Своего рода комплекс? Ну, в Новосибирске тоже любят утверждать, что Новосибирск центр России. И есть такой сибирский шовинизм, что Россия – это такая периферия, размазанная по окраинам страны Сибирь. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Я вообще думаю, что чем больше мы гордимся и регионом, в которой мы живем, и страной, в которой мы живем, тем лучше, тем правильнее. Отлично, полностью согласен. Как относитесь к БМ? Бизнес-молодость. Есть такие ребята очень активные. Я знакомый и с одним владельцем, и с другим. Я отношусь к симпатии. Я отношусь к симпатии. Конечно, я много плохого про них слышал, но я думаю, что большей частью это связано с завистью. Никто на рынке бизнес-образования в России никогда до них по 1 миллиону долларов в месяц не поднимал. Я вижу их подвижников и последователей в разных городах, и среди них есть очень достойные ребята. Я выступал однажды там перед аудиторией, по-моему, тысяча тридцать человек было. В общем, я могу сказать, что эта аудитория не моя, но тем не менее, я полагаю, что наша бизнес-экосистема в России в целом, она крайне непростая для выживания. Я думаю, что любое действие, ее усиливающее, оно хорошее. Поэтому я отношусь к БМ с симпатией. Спасибо, любопытное мнение. С какими еще вы адептами бизнес-учений сталкиваетесь? То есть тренеров и одиозных достаточно предпринимателей в обучении достаточно много. Кто-то вам всплывает в вашем широком круге общения? Я с уважением отношусь к Владимиру Тарасову, но скорее не как к тренеру, а как к автору книги «Технология жизни. Книга для героев». Эта книжка достаточно давняя, ей больше 20 лет, но тем не менее, на ней выросло не одно поколение российских предпринимателей, я ее всем советую. Я с очень большим уважением отношусь к Вадиму Лобову. Это финансово-промышленный университет «Синергия» в Москве. У нас близкие отношения, и, собственно, я считаю, что он тоже много делает для бизнес-образования. Но потом у него 30 тысяч студентов в дневном отделении. И зачастую, вот, например, девушки, которые сегодня играли на хамусах, мы познакомились с ними 6 лет назад на Селигере, но они уже тогда заканчивали его университет, и вот сейчас мы вместе сотрудничаем. То есть происходит такое взаимопроникновение сообществ, средств. Но в целом, если говорить про адептов бизнес-образования, консалтинга и так далее, я думаю, что вот Колчак, перед тем, как его в Иркутске расстреляли, он сыну письмо написал. И рекомендовал сыну читать биографии и автобиографии великих людей. Я думаю, что читать «Науку побеждать» Александра Васильевича Суворова правильнее, чем бегать по тренингам. Конечно, с этим тоже тяжело спорить. Не думали сами заняться такой обучающей деятельностью? Все-таки круг опять-таки большой общения, энергии много. Я отчасти ей занимаюсь, но все-таки я думаю, что надо бюджетировать свое время, свою энергию. И с этой точки зрения очень мощным инструментом оказалась книга «Бизнес-кальспедиция». Она переведена на английский, на португальский, на китайский. И в России, когда я ее сдал в 15-тысячном тиражон, для бизнес-литературы это очень большой тираж. И, собственно, как занятный бизнес-учебник, она и работала, и работает. Я скорее думаю про информационное пространство, про информационные бизнесы, когда не обязательно приходить в зал, не обязательно там два часа потом выступать перед аудиторией. Уж тем более не обязательно куда-то ехать далеко. Скорее в таком формате. А нравится мне больше всего сейчас создавать мероприятие, где начинает работать коллективный разум. Вот сейчас почти подтверждена гипотеза, что мысли не являются продуктом мозга. Даже когда человек один, все равно у него мысль отталкивается от какой-то песни, которую он услышал. То есть мысль возникает на взаимодействии нескольких мозгов. Если этим уметь пользоваться, на мой взгляд, когенитивные техники могут дать невероятный результат. Это следующий шаг в развитии человечества и некого опыта такого. Но мы можем начать делать его раньше. Откуда брать энергию предпринимателям? Очень часто чувствуешь нехватку сил, апатию какую-то. Понятно, что многие занимаются не тем и не своим. Любовь. Любовь? Природа. Церковь. В связи с этим еще вопрос. Такая концепция «Живи в кайф», то есть «Получай удовольствие и радуйся» она соответствует духу предпринимательства? Или нужно запрячь себя и до последнего истязая доходить до цели? Ну вот я не соглашусь с такой постановкой вопроса или «Живи в кайфе» или «Напрягайся». Я не так давно узнал, что слово «удовольствие» происходит от древнерусского слова «уд» – это член. И мне скорее ближе слово «радость». А радость, на мой взгляд, самая большая возникает, когда человек преодолевает какие-то препятствия. То есть я думаю, что наслаждаться жизнью неправильно, а радоваться жизни правильно. И с этой точки зрения я уверен, что радоваться жизни надо каждый день. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, что вы уделили время.